На библейский портал Экзегет пришел вопрос, не является ли христианская любовь корыстной, ведь она только ради Царствия Небесного. Я часто встречаю этот вопрос, но не очень понимаю, откуда взялось представление, что христиане любят только для того, чтобы попасть в Царствие Небесное. Конечно, это наша главная задача. Конечно, мы все хотим попасть в Царствие Небесное, а вовсе не в другое печальное место, которое не хочется даже сейчас здесь называть. И без любви и доброделания, конечно, попасть туда невозможно, попасть в Царствие Божие, в Царствие Небесное. И выводы из этого делаются иногда совершенно превратные, что все то, что мы делаем здесь на земле с нашими близкими, родственниками, партнерами, по бизнесу и другим делам, что все это корыстно, потому что все то, что мы делаем, мы делаем, хотя и по любви, конечно, условно говоря, по любви. Но все же мы держим про себя заднюю такую мысль, которая говорит нам о том, что мы... Любовь-то вот эта вот, она корыстная, и она преследует определенную цель, а именно блаженствовать потом в вечности в Царстве Божием. То есть мы по-настоящему-то выходит дело и не любим. Любовь — это корыстная, и корыстью является достижение Царствия Божия, Царствия Небесного. Христианская любовь со стороны может восприниматься именно как корыстная любовь, потому что некоторые люди ее воспринимают даже как лицемерную. И не любовь вовсе. Человек говорит, я буду что-то делать, но делать не потому, что мне этого хочется, не потому, что я считаю это нужным даже и правильным, а вот для того, чтобы каким-то боком там проскользнуть, зная свои грешки, которых тоже очень у меня много, тем не менее вот как-нибудь все-таки устроиться получше там в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, к которому мы все стремимся, но не любя этого человека, которому мы делаем добро, или даже, может быть, относясь к нему очень плохо, для того, чтобы заслужить что-нибудь получше именно себе. Не сделать ему добро, это отходит куда-то на второй план, а заслужить что-нибудь получше, какое-нибудь место такое зарезервировать себе в Царстве Небесном самому. Конечно, если такое есть, я сомневаюсь, что много православных христиан именно так действуют, скорее их обвиняют со стороны в такого рода действиях, то, конечно, надо исправляться, надо любить и Бога, и человека. Это двуединая заповедь. Любовь к Богу и человеку, любовь даже к самому Богу, познается по тому, насколько человек любит другого человека, потому что, как апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты человека, которого видишь, не любишь, ненавидишь. Познается любовь наша к Богу по тому, как мы любим других людей. Эгоистично ли это? Я думаю, нет. Ну, во-первых, это корысть, если это вообще, в принципе, можно назвать корыстью, это корысть добрая, хорошая. Это, можно сказать, не корысть, это цель. У каждого человека эта цель должна быть, и, в общем, она есть у каждого человека. И каждый человек, я должен сказать, что он как раз и познается по тем целям, которые он перед собой ставит. Если у человека цель стать самым богатым человеком на Земле, это его характеризует с определенной стороны. Если у человека цель стать самым добрым, стать филантропом и сделать так, чтобы все люди на Земле были накормлены, одеты, обуты, это другая история. Если у человека цель достигнуть Царствия Божия, Царствия Небесного, то, согласитесь, для того, чтобы достигнуть этой цели, нужно много очень доброго сделать. Не злого именно, а доброго. Поэтому, если человек нам скажет, что моя цель – это Царствие Божие, то вы можете спокойно с этим человеком идти по жизни. Потому что эта цель окрашивает очень добрые, хорошие тона все то, что он делает в своей жизни и всю жизнь его. И его характеризуют с очень хорошей, доброй стороны. Конечно, бывают и другие цели, даже у неверующих людей, цели в жизни, которые тоже очень нам симпатичны. Есть люди и неверующие, и верующие других религий, которые делают добро, и которые делают добро не так, как мы, может быть, это делали бы, и понимают Царствие Божие, Царствие Небесное не так, как мы это понимаем. В частности, притча евангельская о добром Самарянине, известная такая притча о том, как человек попал в разбойники, а Самарянин его спас, это ведь притча о человеке, который верит, ну, не вполне так, как правоверные иудеи верили. Этот Самарянин не вполне правоверный ведь. И, тем не менее, мы видим, что его добродетель ставится в пример каждому из нас. Пример любви, которую можно назвать, даже можно было бы назвать христианской любовью, если бы это не было вне христианского дискурса, если бы это не было еще тогда, когда, собственно говоря, ученики Христова еще не начали называть себя христианами. Это было, как известно, уже после Вознесения Господня. Тем не менее, сам Христос ставит Самарянина в пример каждому из нас. Вот таким образом любовь человека, который старается угодить Богу, а ведь это эквивалент достижения Царствия Божия, Царствия Небесного, становится не просто корыстной, но приносит очень много добра и пользы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok